Добрый вечер, уважаемые телезрители четвертого канала. Сегодня первый выход обещанной программы «Ночной клуб». И я с удовольствием и с радостью и с некоторым трепетом представляю вам ведущего «Ночного клуба», на правах хозяина этого клуба, Владимира Мукусева. Буквально спустя 30 секунд я передам ему микрофон. Отчасти извинюсь перед вами за, скажем так, смену повестки дня заседания нашего клуба. Сегодня объявленная ранее программа Сюдардом Русселем, губернатором, по истечении его первых 100 дней губернаторства, будет в следующую пятницу, 1 декабря, в прямом эфире, также с Владимиром Мукусевым. Сегодня наше заседание, первое заседание клуба, посвящено немножко такой, скажем так, интригующей теме. Это некоторые неизвестные черты, или, скажем так, черточки жизни достаточно знаменитых и известных людей нашего города. Впрочем, я на этом краткое свое вступление и здорование с вами заканчиваю и передаю микрофон Владимиру Мукусеву. Пожалуйста, Владимир. Спасибо. Итак, здравствуйте. Трудно это дело, начинать что-то новое. Наверное, каждый из вас с этим сталкивался. В всяком случае, когда начинал там ремонт квартиры, или начинал думать о создании нового человека. Трудное дело. Трудное, несмотря на то, что, вот, например, я занимаюсь тем, что вот занимаюсь сейчас, то есть веду телевизионную передачу, уже почти 20 лет, даже больше 20 лет. Тем не менее, я согласился это делать, делать с большой радостью, потому что, как мне кажется, клубная атмосфера сегодня на телевизионном канале, это может быть то, что поможет в какой-то степени и каким-то образом, ну, немножко понизить, что ли, градус политических страстей, которые захлестнули сегодня телевидение. Понятно, что впереди выборы, понятно, что каждый хочет, так сказать, сказать что-то о себе такое, что немедленно даст возможность получить дополнительное количество голосов. Не будет этого сегодня. Не будет, потому что, как мне кажется, вся история вообще клубов самых разных, это история, прежде всего, выслушивания. Пусть не противоположно, но просто другой точке зрения по тому или иному вопросу. Итак, клуб. Почему клуб? И кто здесь сегодня? И для того, чтобы представить всех хотя бы общими фразами, я хотел бы, прежде всего, обратиться к человеку, который стоял у начала этой идеи. Это знаменитая журналистка Екатеринбурга. Не скрою от вас, я слышал фамилию Ачинян, Валерий Ачинян, достаточно давно, правда, в связи с газетными публикациями. Теперь, Валерия Васильевна, здесь руководит целым отделом, отделом новостей, новостей этого самого замечательного четвертого канала. Уважаемая коллега, кто сегодня здесь в клубе? Сегодня у нас в клубе люди, которых мы все знаем, но знаем совсем с одной какой-то стороны. Они достигли высот своей профессии, в своем деле, каждый по-своему. Но у каждого есть тайная страсть, тайное дело, которому они с увлечением предаются, придя домой, закрыв, захлопнув двери. И вот за этой дверью-то происходят некоторые вещи, о которых сегодня мы хотим, чтобы они нам рассказали. Вы представляете, как вы заинтриговали сейчас зрителей, закрыли дверь, тайная страсть. Что сейчас люди подумают вообще, о чем эта передача? Хорошо, черт из-за этого, может быть так и получится у нас сейчас, что мы вот как раз закроем двери студии, так сказать, и покажем истинное лицо замечательных этих людей. Но я бы хотел добавить к этому, что мне кажется, что эти люди еще здесь потому, что у каждой телекомпании, у каждого творческого коллектива, у каждой передачи существует, ну, как бы, круг друзей, что ли. Это не всегда близкие друзья, но это всегда люди, к мнению которых прислушиваются. И я, наверное, не ошибусь, да, Валерия Васильевна, я скажу, что практически все, кто здесь, да не практически, а просто все, кто здесь сегодня, это те люди, за которыми внимательно следят журналисты четвертого канала телевидения Екатеринбурга. Это те люди, которые достаточно часто появляются на экранах, в том числе и в новостях у вас, и вообще в передачах четвертого канала. Это те люди, с мнением которого журналисты четвертого канала считаются, или во всяком случае интересуются. Так? Безусловно. Вот давайте тогда мы и начнем. Но мне очень сложно, поверьте, в этой аудитории говорить о том, что вот ко мне вроде как пришли все эти замечательные люди. Да, конечно, не ко мне, потому что большую часть из них я просто не знаю и увидел в первый раз в жизни, буквально несколько минут назад. Поэтому я вот что предлагаю. Пусть это расценено будет как некая диктаторская замашка, так сказать, вот заезжего московского журналиста. Я предлагаю объявить прямо сейчас, сегодня, конкурс на название этого ночного клуба. Я предлагаю назвать этот ночной клуб «Взгляд». Клуб «Взгляд». Повторяю, это только идея. Я сказал, что практически всех не знаю. Слово «практически» для меня сейчас принципиально, потому что сейчас я подойду к человеку, который я хорошо знаю. Хорошо знаю по совместной работе. В бывшем парламенте нашей замечательной страны, в парламенте, который, ну, не буду о грустном, помните «Танки», помните «Белый дом», 93-й год. А до этого были десяток, если не больше, этих бесконечных съездов народных депутатов, где 1068, редко, правда, все они вместе, но по списку 1068 человек решали судьбы страны. Я имею в виду съезд народных депутатов России. И вот участницы, два участника, как минимум здесь в студии, этих замечательных бдений. Как минимум три. Три. Прошу прощения, да. Но сейчас объясню, почему я ошибся. Дело в том, что были мгновения все-таки приличные на всех этих бдениях под названием «Съезды народных депутатов». Когда через весь этот бесконечно длинный и какой-то бездарно сделанный сталинский зал, к трибуне, к микрофону шла женщина. Я не могу сказать, что у нас была одна женщина в зале, там было много женщин, но была женщина, когда вся эта вот орава. Ведь вот хотел это слово сказать, потом подумал, черт, она ведь не очень, так сказать, печатная вроде. Ну, орава, да, допустим, его тем более нет. Орала орава, и вдруг она замолкала, потому что к трибуне, к микрофону шла красивая женщина. Это Лариса Мишустина. Я, ей-богу, не специально делаю вам комплименты, Ларису, потому что действительно так... Можно специально. Хорошо. Значит, я подхожу к очаровательной Ларисе Мишустиной. Действительно, и замолкала эта замечательная аудитория съездов, не только потому, что действительно происходило нечто. Лариса вставала за трибуну и произносила нечто такое, что потом уже взрывала зал. И так было практически всегда. Бог с ней, с этой историей, с тем парламентом, не знаю, наверное, наши пути разошлись. И, может быть, мы даже по-разному, Ларису, оцениваем сейчас все, что произошло дальше с этим парламентом. Вы сегодня член Госдумы, и, по всей видимости, хотите остаться и в будущей Думе, в будущем составе. Не будем об этом. Будем о другом. Мне очень нравится ваш стол. Мне очень нравится практически все, что на нем есть, кроме одного. Как мужчина, женщина, могу вам сказать, что если бы меня женщина встретила вот с такими пустыми бокалами, я бы подумал, что либо она думает, что я, так сказать, не совсем здоровый человек, либо здесь есть какая-то загадка. В чем здесь загадка? Ну, не всегда важен результат. Для меня иногда важен процесс. Вы имеете в виду мужчин? Мужчин тоже. Хорошо. Вот сейчас я вспомнила, что сказала Валерия Васильевна относительно вот этой тайны. К сожалению, то, что я буду здесь делать, это не относится никакой тайне. Я буду делать коктейль. Но я бы хотела сказать, что мое увлечение, которое здесь не представлено, это художники-импрессионисты. Валерия Васильевна сказала, что это скучно. И постеры, и вот все эти альбомы, и все остальное вряд ли вызовет, ну, какой-то интерес у зрителей. И поэтому мне пришлось вспомнить свое другое увлечение, кухонное увлечение, что соответствует женщине. И оно очень связано с импрессионизмом, потому что импрессионизм — это впечатление. Это художники, которые работали на впечатлении. Так вот, очень часто мои какие-то кулинарные замашки, скажу так, связаны с моими впечатлениями политическими. И в данном случае мои друзья знают, что у меня есть такой коктейль, называется «Думский». Я угощаю своих друзей последнее время вот этим коктейлем. Я его сейчас приготовлю. Пожалуйста. Ну, есть какая-то в этом кровожадная. Сейчас берется кусочек льда. Это три кусочка льда. И это три основные фракции в Государственной Думе. Коммунисты, аграрии и ЛДПР. Это основа Государственной Думы. И здесь тоже фундамент мы заложили. Все немножечко растаяло. Я прошу прощения. Да. Так, так. Я представляю, что в одном стакане и представляю, что уже там творится. Следующее... Нормально пока. Здесь все хорошо. Добавляем яблоко. Тоже все нормально. Ничего. Ничего страшного. Затем вспоминаем выбор России. К сожалению, здесь нет ананасов. Помните, жуй ананасы, рябчиков жуй. И так далее. Это выбор. Мне нравится мнение бывшего демократа. Это выбор России. И, конечно, невозможно не добавить вишни. То есть женщины России. Ну, либо клюковки, либо... Ну, по крайней мере, то и другое можно. Заливаем это шампанское. А, простите, какое шампанское должно быть? Любое. Да, лучше, конечно, советское. Я сегодня была на встрече на заводе, где делают наше шампанское. Я не о том, Лариса. И мне кажется, что оно очень хорошее. Я не о том. Розовый цвет шампанского, он соответствует цвету будущей думы на ваш взгляд? А, это сложно сказать. Я считаю, что прогнозировать даже в этом смысле ни к чему. Получается нормальная смесь. Там очень комфортно всем. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что они... Там это в стакане. ...в стакане, да. Всё ничего. Но для того, чтобы жизнь не казалась там очень сладкой, мы добавляем немножко лимона. Итак, коктейль думский. Прошу вас. Спасибо. Спасибо, Лариса. Вот она такая, Лариса Мишустина. Вот она так всё и творила, между прочим, при заседаниях-то Верховного Совета. И съездов народных депутатов. Вот смешивала всё, и все вот потом взрывались. Но что приятно во всей этой истории? Приятно то, что вот действительно в одном стакане они и как-то не очень они там борются. По-моему, это даже очень красиво. Это моя мечта. Понятно. Спасибо большое, Лариса. Спасибо вам за этот замечательный коктейль. У меня есть такое предложение. Пока я буду напиваться. Мы сейчас посмотрим сюжет, посвященный одному из наших гостей. Но прежде чем мы это сделаем, у меня есть такая идея. Коль мы говорим о клубе, ни один клуб невозможен без устава. И вот давайте все те, кто здесь присутствуют, и по возможности те, кто сегодня нас смотрит, подумаем о строках этого самого устава. Лариса. Вот клуб «Взгляд», ночной клуб Четвёртого канала. В первой строчке своего устава что должен записать? Как вы думаете? Думаю, что все приходящие сюда равны с теми, кто здесь работает. Отлично. Сейчас пойдет сюжет, и я обязательно вашу мысль запишу. Пожалуйста, сюжет. После ликвидации КПСС Валерий Николаевич Романов оказался не у дел. Тут-то и проявились его таланты. Он защитил диссертацию кандидата экономических наук. Но самым неординарным его поступком было то, что в возрасте 50 лет он поступил в Нижнетагильский педагогический институт и решил стать художником-профессионалом. Может быть, никто, кроме близких, не узнал бы о его талантах. Если бы два года назад журналистов не заинтересовала его картина «Мишу завалил», наделавшая много шума. Что она не представляет так же, как, может быть, и многие мои, так сказать, вот эти работы. Она больше публицистическая, то есть не представляет высокой художественной какой-то ценности. Она так, но публицистика очень серьезная. Начал эту работу я еще в то время, когда Ельцин не был президентом. То есть это был 90-й год. И она была практически закончена. Но оставалось еще чуть-чуть, еще немного. А потом сложилось так, что, став президентом, я приостановил работу над этой картиной. И она долго была, так сказать, в запасниках. А потом, и это был, в общем-то, ну, будем говорить, сюжет из жизни, когда мы были на охоте, когда действительно, значит, убили медведя. И это было так, и тут, как говорится, ни в песне слова не выкинешь. Вот. И я его, так сказать, отложил. А потом, когда это сложилось так, что Мишу завалил, с точки зрения моего, так сказать, понимания, Михаила Сергеевича, то я вытащил эту работу и начал ее доводить. И я на ней точку поставил в тот день, когда Ельцин 25 декабря получил ядерную кнопку. То есть это было уже, так сказать, право, это уже была власть, это была полная власть. И я как раз в этот день закончил эту работу и поставил ее датировал. Никогда не продавал своих работ. А тут я сказал, я продам эту работу. Ну, некоторые даже мне говорили, ну, как это можно Ельцина продать? То есть в этой картине как раз очень много смысла. Я сказал, я буду продавать ее. Ну, не буквально, а образно. И, в общем-то, я ее за полцены здесь отдал, и все. Потом ее перепродавали, здесь она была. Последний раз она появлялась в Санкт-Петербурге. А где она сейчас, я уже не знаю. То есть она ходит. Я думаю, у нее будет очень интересная судьба. Вы так поняли, пишите и иконы тоже. Ну, писать иконы, вот, в классическом варианте я не делаю. Я пока не готов. Не готов. Я могу сказать, что это, скорее всего, ну, наверное, портрет. Вот, с такими мотивами религиозных, каких-то там, ну, будем говорить, иконописных каких-то традиций. Автор всех этих замечательных работ, гость сегодняшнего нашего клуба, и уж не знаю, будет ли он членом нашего клуба, это, по вашему желанию, Валерий Романов. Но прежде чем я подойду к вам, уважаемый Валерий, я хотел бы все-таки у Ларисы, так сказать, закончить, как бы, нашу тему. Лариса, как вы относитесь к тому, что бывшие партийные функционеры, члены КПСС и, может быть, даже работающие, так сказать, в партии на постоянной основе, как принято тогда было говорить, вот сегодня, я бы так сказал, неоднозначно, а иногда и очень серьезно относятся к религиозным различным вещам. Вот, например, как только что мы увидели прекрасные иконы. Прекрасные, с моей точки зрения, может быть, так сказать, будут другие мнения у профессиональных экспертов, художников. Вообще, вот эта идея секретаря в церкви вам близка? Не буду говорить о близости своей к этой идее, но дай Бог им и дальше быть ближе к церкви. Спасибо, Лариса. Итак, уважаемый гость, если бы вам было предложено сейчас написать продолжение этой картины, то в каком ракурсе вы бы увидели главных героев этой картины? Спасибо за предоставленную возможность сказать несколько слов, но я бы не стал продолжать эту тему. Я за нее не берусь и, наверное, она мне не по силу, потому что, когда работаешь над картиной, когда ты рядом с красками и холстом, то надо, чтобы, ну, если не пела душа, то, во всяком случае, были самые добрые, хорошие чувства. А когда идет, ну, мягко говоря, обвал, то продолжать эту тему, да еще так настроен, я думаю, смысла большого нет. То есть я бы не взялся за нее. Понятно. Кто вы сегодня? Что вы сегодня? Чем вы занимаетесь? Как сложилась ваша судьба после того, как та организация, в которой вы так активно работали, ну, прекратила свое существование в том виде, в котором она работала? Я сегодня человек, который остается невостребован. То есть мои профессиональные знания, они сегодня не требуются. Сегодня развивается общество в таком направлении, когда те, кто умел создавать, делать, я бы сказал, управлять производством, они сегодня оказались не нужны. Вы считаете, что работая секретарем обкома партии, вы управляли производством? Не только я так считаю. Это, об этом говорят дела, об этом говорят цифры, это анализ. То есть мы сегодня можем посмотреть и сказать о том, что все-таки объем производства того периода был во много краткий. Ну, во всяком случае, на порядок, на другой, выше. Понятно. Хорошо, не будем вдаваться в эту тему, эта тема достаточно серьезная. И, наверное, это может быть тема целого заседания клуба. Но вернемся к вашим картинам. Вот, не скрою от вас, когда я впервые увидел нашего замечательного нынешнего президента Российской Федерации в церкви со свечкой, я не то чтобы перестал туда ходить, но стал ходить туда меньше. Вот, вы не только, скажем так, рисовали, насколько я понимаю, писали, извините, пейзажи, не только вот жанровые сцены, но вы притронулись к тому, что называется, ну, для меня, например, святым делом. Вы попытались писать иконы. А вот это как? Это откуда? Это почему? Это что внутри заставило вас делать? Я думаю, это очень все просто. Человек, который сегодня пытается найти в себе что-то, тот, кто сегодня ищет, я думаю, что он прежде всего должен посмотреть, а что же у тебя за корни. А корни наши, если говорить сегодня об Уральской иконе, это, будем говорить, древнерусская живопись, то это, ну, сегодня по оценкам некоторых экспертов, можно считать, что это Невьянская школа живописи. Ну, может быть, есть другое мнение. Но я все-таки склонен считать, что это действительно школа. И это наши предки, это наша, ну, будем говорить, история. И остаться безучастным к этой истории я не могу, как человек, как, ну, будем говорить, нормальный житель нашего города. Поэтому то, что я делаю и то, что я пытаюсь открыть для себя, это прежде всего, ну, серьезно, я бы сказал, может быть, даже профессиональная попытка поискать, а что там было, и на этой основе сделать какие-то, ну, мягко говоря, соответствующие выводы. Я вам скажу даже больше. Я не собираюсь стоять со свечой, я не собираюсь каяться, я не собираюсь, так сказать, ну, будем говорить, сегодня склонять голову перед всем то, что произошло, но я вам скажу так. Сегодня я являюсь студентом четвертого курса худграфа, и я спокойно буду делать дипломную работу, как раз касающуюся живописи, древнерусской живописи, иконописи, это надо знать, надо быть серьезным профессионалом, и тогда будет все в порядке. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, достаточно ли закончить, например, литературный институт, чтобы считать себя профессиональным писателем? Нет. Поэтому на одной из своих визиток я поставил слово «свободный художник». Я не могу сказать, что я художник, тем более я заочник. Поэтому я буду очень много делать для того, чтобы убрать слово «свободный», и действительно стать художником. А не боитесь вы, что если придут к власти бывшие ваши коллеги, то они вам напомнят вот об этом вероотступничестве, я имею в виду о письме икон? Я не только не боюсь, я буду делать все для того, чтобы они побыстрее пришли. И я, откровенно говоря, надеюсь, что так и будет. А вас не смущает, например, недалекая наша история, что прежде всего то, что сделали, так сказать, уважаемые вами, по всей видимости, коммунисты, придя к власти в 1917 году, они разрушили храмы и уничтожили в том числе и десятки, а то и сотни и сотни священнослужителей. Совсем недавно, когда в Польше закончились выборы, вы знаете, Филатов сказал о том, что да, Польша – это не те коммунисты, которые были или которые есть у нас. Так это сравнение в одном, так сказать, будем говорить, в малом. Один год. А почему мы пытаемся сравнить и сказать, что коммунисты 1917 года и коммунисты, скажем, 70-х лет – это одни и те же люди? Я думаю, они также будут отличаться от 1996 года. У нас, к сожалению, есть исторический опыт. У нас нет опыта демократии, но опыт правления коммунистов у нас есть. Хорошо, это, опять же, повторяю, может быть целой темой, целого заседания клуба. Ещё, ещё один человек, ещё один человек, который здесь есть – это Вадим Михайлович Сапожков. Сапожников. Ведь я так и знал, что я ошибаюсь. Это какая-то мистика. Это как в программе «Время». Помните, когда замечательный Игорь Кириллов, так сказать, прочитал дважды, отбивая тот же текст, так сказать, и потом все после него стали ошибаться. Это вот, это закон жанра. К сожалению, на телевидении это так. Один раз ошибся, и я приношу искренние свои извинения. Я знаю, что вы, кроме того, что вы занимаетесь серьёзно наукой, вы ещё и искусствовед, это так? Я искусствовед, но, значит, будем говорить так, любитель поэта тоже. У нас, я думаю, все любители, вот, в второй жизни все любители, так сказать, так. Любитель поэт, то есть, значит, любитель прекрасного, по всей видимости, и любитель картин. Глубоким уважением и восхищением к картинам отношусь. И сам немножко рисовал, когда был студентом. Отлично. Вот позволю я себе такую сейчас штуку. Вы только что посмотрели творчество нашего замечательного гостя. Могли бы вы оценить с точки зрения художественной то, что вы сейчас увидели? Я думаю, что этим картинам было бы даже место в нашей картинной галерее. Какое-то можно было отведено, потому что это, так сказать, и история, и вот пример, значит, ну, будем говорить, многогранности человека. Это вполне приличный уровень картины. Кстати, извините, пожалуйста, не задавал вам одного вопроса, который меня мучил вот каждый раз, когда я смотрел ваш сюжет. Все иконы у вас, скажем так, лики все, одни и те же. Кто это? Кто прообраз? Это моя жена. И так, я думаю, что тут не требует комментарий никакой. Избавляю меня, Бог. Я искренне ей завидую, просто честно могу сказать. Браво, да, браво. Даже, может быть, первый раз похлопаем вообще такому ответу. Не первый раз. Да, браво. Особенно женщина. Итак, возвращаюсь к вам. Вы все-таки начали о стихах. Но, насколько мне известно, стихи, это не единственное, чем вы занимаетесь в свободное от работы время. Да, значит, я, конечно, не могу сказать, что я только стихами. Я человек увлекающийся. Я, например, сейчас с удовольствием строю дом, саду у себя. Я неплохой огородник, садовод. Я могу, как целитель, могу вас научить некоторым приемам, как давление понизить, повысить и так далее. Вот камера в вашем распоряжении. Исцелите, пожалуйста, тех, кто кричит, так сказать, страшные слова. А почему нет? Богатым были бы человеком, между прочим, если бы вы этим занимались профессионально. Нет. Я такого масштаба не берусь, так сказать, действия, а, допустим, с одним человеком поработать, или, допустим, дать совет какой-нибудь, это я могу. Хорошо. Тогда ловим вас на слове и после записи этой, извините, после прямого эфира этой замечательной передачи мы этим займемся. Я просто к тому, что даже путевку в Думу получил человек по фамилии Кашпировский именно потому, что вот он... Хорошо, в Домне Русь. Что вы держите в руках? Ну, я хотел бы вот показать такой солидный журнал технический, российский гипсический журнал. Я являюсь членом предколлегии этого журнала. Ну, правда, я там не один Урал представляю. Там есть еще и Валерий Викторович Кормильцев, отец знаменитого, значит, поэта, автора стихов, песен «Наутилуса Пампилуса», так сказать, так вот. Нас, конечно, мало кто знает, потому что этот журнал читают узкие специалисты, так сказать, так. Ну, вот, у меня есть другой журнал, такой, он гораздо меньше. Но он мне-то вне менее дорог, поскольку вот здесь собраны, значит, стихи, ну, близких мне людей. Это приложение к нашей газете «Горняк», значит, в Уральской Горно-Геологической Академии, значит, помимо газеты еще выходит литературное приложение. Давайте сделаем так. Вот сейчас наша уважаемая очаровательная дама, с которой я уже разговаривал, назовет номер строки и номер страницы, а вы прочтете эту строчку. Чтобы не читать все, мы поймем, о чем там. 25-я страница, 12-я строка. В том случае, если там ваше произведение. Нет. 25-я страница, 12-я строка, сверху. «Я замечала странность их общения, промолвил первый, уступил бы чтоль, второй ответил, постоять изволь и кауца не попросил прощения». По-моему, Ахмадулина, да? Ну, по-моему, очень точно подходит. Владимир Кудрин, Владимир Кудрин, да. Это, значит, но пишет про Белого, как бы, пародия, наверное, на Белого Ахмадулина, да. Вот, да, 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 да. Ваши стихи здесь есть? Есть. Вот, четыре, я вам все прочитаю. «Когда бы ваши и отец, и мать детей в совместной жизни не имели, стремлений родителями стать, вы также не достигли цели». Да. Другая. «Когда мужчина приобрел умение как книгу женщину читать и без усилий сочетать ее собственное мнение, ему, как пожилому человеку, уж поздно собирать библиотеку». Или вот такое размышление. «Ах, если б снова жизнь прожить, то, зная все, чем надо дорожить, я так же бы, наверное, грешил и те же бы ошибки совершил. Но сделал их значительно скорее, чтобы жить спокойной совестью старее, поскольку ничего досадней нет, чем промахи уже на склоне лет». Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, уважаемый, да, уважаемый автор Владимир Сапожников. Вот есть такой анекдот по поводу того, что в гости кто-то приходит с подарками, а кто-то приходит с братом. Вот вы пришли, насколько я понимаю, с группы поддержки. Да, сюда. Вы могли бы представить? Да. Значит, здесь присутствует редактор нашей институтской газеты Лобанцев Илья Леонидович. Вот он профессиональный поэт, не то, что я. Я даже не знаю, как нас сейчас увидят. Вот давайте сюда мы повернемся сразу. Думаете, нас должны видеть вместе? Ну, если вы считаете, что нас после этого посадят в другое место, то не надо. Значит, вы профессиональный журналист? Да. И профессиональный журналист, и профессиональный литератор. Кого и что вы пришли поддерживать в наш замечательный клуб? Я, дорогого моему сердцу, Вадима Михайловича Сапожникова здесь поддерживаю. Морально. Ну, я надеюсь. Алифейский пока не будем. Но также и вас, и всех остальных поддерживаю. В вашем начинании. Сегодня в первом, так сказать, заседании ночного клуба. Спасибо вам большое. И рассказывать, наверное, на страницах газеты об этом случае. Безусловно, мы об этом где-нибудь что-нибудь скажем. Где-нибудь что-нибудь? Да. Да-да-да-да-да. Что-то мне знакомое. Так-так. Хорошо. Да, я, к сожалению, я забыл одну вещь, которую я сам же придумал и успешно забыл. Мы пишем сейчас устав клуба «Взгляд» точного клуба четвертого канала Екатеринбурга. Поэтому я снова к вам. Вот какую бы строчку вы записали в этом замечательном уставе? Я думаю, что собираются вместе всегда друзья. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы это действительно было так в этом клубе. Понятно. Если бы такую строчку написали в уставе КПСС, вас бы исключили, потому что это размышление, а нужна жесткая формулировка. Я думаю, что этого не произошло бы, потому что если бы у меня была возможность, то я бы собрал друзей. И так же жесткая формулировка устава клуба «Взгляд» четвертого канала Екатеринбургского телевидения. В клубе должны быть друзья. В клубе должны быть друзья. Хорошо. Ваша строчка. Ну, я бы мог бы так сформулировал, что клуб должен знакомить с интересными людьми города. У нас в городе масса талантливых людей. И вот собирая их в клуб, мы бы дали возможность нашим зрителям познакомиться с ними. Понятно. Группа поддержки. В клубе должно быть немного клубнички. Так, в клубе это я правильно пошел сюда. В клубе должно быть немного клубнички. Хорошо. Итак, следующее. Следующий замечательный наш гость это Георгий Борис Зайцев. Но прежде всего давайте посмотрим сюжет. Мне кажется, что коллекционеры это те люди, которые проявляют среди человеческой породы любопытства. Не просто прошел мимо, а лежит и пусть лежит. А он лежит почему лежит? Как лежит? Что это такое? Почему? А что с той стороны? То есть вот любознательность такая. Я считаю, что каждый должен что-то собирать. А Вы никогда не говорили, что Вы занимаетесь пустым делом? Ну, как сказать пустым делом? Говорили, конечно, что-то, вместо этого лучше. Давай, пойдем выпьем или что-то. Вдруги говорили. И другие вещи тоже говорили. Но, вы знаете, я всегда оперирую к другим факторам. Возьмите крупнейшие музеи нашей страны, зарубеж, почти что-то костях всех этих коллекций, которые легли в основу этих музеев, это были чьи-то коллекции. А когда же Вы начали собирать? Семь лет мне было. 36-й год. Марки первое. Было. Потом начались книги. Они вторые, наверное, по счету идут. Монеты я стал собирать в 60-м году только. То есть поздно, сравнительно. Гнялся, я в трамваях ездил, специально менял. Это ужас какой-то. Потому что по годам видно разные. И камни, когда геологом, это я в 50-м году кончил, в 55-м кончил. Вот нынче 45 лет будем отмечать через месяц. Встречаться будем каждые 5 лет встречаться. Камни стал собирать. Самое последнее увлечение это вот бутылки. Ну, тогда бутылок было мало, когда я начинал собирать. Я приводил всякую экзотику тоже из своих путешествий. Это сейчас чё-то я знаю, сколько бутылки и валяются не все на полу. А ведь, знаете, до смеха доходило. В гостиницах я по мусору ходил, смотрел эти бутылки. Не было когда-нибудь соблазна в тяжёлые времена продать? Ни разу. Ни разу. Это часть моей жизни, это часть моей крови, это часть моего тела. Георгий Валерьевич, уникальный человек, без всяких каких-то кавычек или даже, не знаю, там, уж тем более фиги в кармане, уникальный человек. Но скажите, пожалуйста, моете до курика есть таймон, на кудасай? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. На вжмос-копоп. Дело в том, что человек 20 лет прожил в Харбине, я не ошибаюсь? Не в Харбине, а за границей, в Китае. Да, я принадлежу к первой волне русской эмиграции. Мои родители уехали, когда большевики взяли власть за границу. И 20 лет я прожил там. Ну вот, возвращение произошло и произошло именно сюда, в Екатеринбург? Да дальше не пускали. Кто, как, почему, как это происходило? Паспорт был специальный. В 47-м году был указ президента Верховного Совета о репатриации. И я приехал молодой, один из всей семьи, вся семья осталась там. Сейчас доживают в Калифорнии, пожалуйста. Живы ваши родители? Нет, родителей нет, они уже на кладбище. А они так и не смогли сюда вернуть? Нет, они приехали со своими семьями. Но меня воспитывал дядя, он живет в Сан-Франциско, я его в прошлом году видел, ездил туда. Вот у вас уникальный опыт, к сожалению, горький, но все-таки уникальный опыт, возможность сравнения существования различных клубов. Вот, что бы вы пожелали вот этому нашему ночному клубу, клубу 4-го канала, клубу «Взгляд», я надеюсь, что он все-таки будет называться именно так, каким он должен стать? Кого бы вы хотели здесь видеть, уже находясь не здесь, под этими жаркими софитами, а там вот с той стороны экрана, в своей уютной квартире, заваленной просто замечательными коллекциями? Вы знаете, я хотел бы, чтобы этот клуб был профессиональным. Я не имею в виду, что здесь по профессиям собирать или что-то, что-то, то есть, чтобы он шел не так, как многие клубы делаются на уровне какого-то любительства, а чтобы он был действительно профессиональным, чтобы здесь поднимались интересные вопросы, не обязательно политические. Слава Богу, что у нас интересного в стране больше, чем политики все-таки. Да, но можно политику отражать и через какие-то другие вопросы, бытья нашего, жизни нашей и отношения к тому или другому в той же цели. Можно поймаю вас на слове? Вот вы всю жизнь занимались собирательством в самом хорошем смысле этого слова. А ведь любая ваша коллекция, насколько я понимаю, это, ну, целый пласт культуры, истории, чего угодно. Вот скажите, пожалуйста, можно ли через призму всех ваших коллекций увидеть хоть чуть-чуть, хоть не совсем далекую, но все-таки будущее России? Конечно. Какое? Мы русские, мы не безродные воньки. Если мы будем забывать свое прошлое хорошее и плохое, кто нам это поможет? Ведите ли вы когда-нибудь, скажем, дореволюционный железнодорожный билет? Он у меня есть. Ведите ли вы первую марку? Советскую? Русскую? Они у меня есть. Пожалуйста, то есть вот это те крупицы, которые мы должны сохранить. Вы понимаете, я все время об этом говорю. Не дай бог, будет ядерная катастрофа, какая-то часть человечества погибнет, основная приспособится и выживет, и при большой. Не дай бог, будет озоновая какая-то дыра, часть погибнет, остальные выживут, приспособятся. Не дай бог, будет нитратное отравление, часть приспособится. Будет культура, все. Человечество придется опять забираться туда наверх и отращивать себе хвост. Следовательно, мы должны сохранить культуру. Мы должны все, я про всех говорю, и про левых, и про правых, и про центральных, потому что если мы... Гитлер, я боюсь, на него сегодня сомневаться, можно ссылаться. Гитлер сказал очень хорошую фразу. Если вы хотите уничтожить народ, уничтожите его культуру. Это аксиома. Понятно. Но скажите мне, пожалуйста, вот такое сосредоточение элементов культуры в одном месте, насколько я понимаю, в достаточно скромной, более чем скромной квартире. Это дает ли возможность вот не только сохранять эту самую культуру, но и все-таки приобщать к ней других людей? Или вы как, так сказать, панцирем черепаха накрыли себя вместе с вашими коллекциями все это? И работают ли ваши коллекции, один слой? Я вам скажу, как они работают. Они работают не в том прямом смысле, что я вожу. Конечно, это практически невозможно, потому что сейчас это опасно. Но я читаю огромное количество лекций в университете и в городе, и вожу экскурсии для иностранцев на иностранном языке. И все это играет, стреляет в конечном итоге у меня. И у тех студентов, которые я учу, и с теми людьми, которыми я общаюсь. Потому что я всегда стараюсь, чтобы они заглядывали за рамки того предмета, который я им преподаю, более широко. Имели шир... То есть стояли вот на... Какой предмет его преподают? Я специалист зарубежного искусства 19-20 века. То есть то, что в старое время меня таскали в фирму господина Романова, и очень-очень меня пугали, и даже решать собирались... Я думаю, вы не совсем точны. Я стал фирму. Фирму. Хорошее слово, правда? Да. Хорошо. Бог с ней с фирмой. Скажите, пожалуйста, чем вы особенно гордитесь? Вот по одной вещи... Можно сказать, да. Вы имеете в виду из коллекции? А, чем я? Тем, что я собираю. Хорошо. Спасибо большое. Так, и последнее. Строка в будущий устав будущего, или неправильно, не будущего, уже существующего вечернего клуба. В самом конце этого устава должна быть обязательно строка, что каждый член должен носить взносы, видя своих произведений, своих стихов, рассказанных здесь, показа своих коллекций, и так далее, и так далее, и так далее. Взнос? Вон там показывали же. Ага. И откуда же его возьмут-то? Нет, уж прошу вас, если вы считаете, что вы должны взносы, то прошу вас взнос. Или хотя бы на будущее. На будущее. Давай договоримся, уставщий не подписан. Вот меня подсказывает, членка вздумает. Да. Вот всем помогает. Вот. Володя, можно мне его писаться? Конечно. Среди нас есть человек, который совсем недавно вспомнил всю историю от Адама и Евы. Вот его надо спросить о прогнозе. Это Антон Баков, который написал такую книгу. Антон Баков. Хотел я на финал оставить общение с этим замечательным человеком. Почему? Потому что Антон. Вы человек уникальный в том смысле, что первый человек, с которым я познакомился здесь, это были вы. В виде телевизионного изображения и телефона. Социальная помощь, звоните и так далее. Первое, что сделал журналист Мукусев, конечно же, набрал этот номер. Дозвониться невозможно. Нормально. Я просто к тому, что значит действительно звонят. Значит действительно звонят. Но вот что меня, Антон, волнует. Вот я в свое время был, спасибо, депутатом Верховного Совета, так же, как двое моих коллег. Я знаю, что такое депутатские приемы. Я думал, что я буду творить в 90-м году, когда меня избрали, большую политику, писать законы. Я занимался крышами, помойками, унитазами, улицами. И черт его знает чем. И когда после там 10-го, условно говоря, приема депутатского, я сказал, ребята, ну для этого же есть местная власть. Для этого же есть, так сказать, ну какие-то местные ребята. То мне сказали, а мы за вас голосовали, и вы, Мукусев, и взгляд. И мне стало так горько, что я продолжал этим заниматься, может быть, в ущербах к этим самым законам. Вот скажите мне, пожалуйста, что это такое, вот эта ваша социальная помощь по большому счету, Антон? По большому счету, вот такому мужскому, что ли, гамбургскому счету. Это обратная связь, без которой не может быть власти вообще. Это то, чего нам не хватало, и то, что, надеюсь, сейчас появилось. Но не хватало с тех пор, как Мукусев сложил в себя депутатские обязанности. Ну, я не думаю, что Мукусев что-либо реальное, такое уж большое, сделал в своей жизни, как депутат. Я надеюсь, что вы не правы. Тем не менее, Антон, я ведь так представляю себя вас. Я вижу перед собой, ну, человека, который годится мне сыновья. Я вам искренне в этом смысле завидую, потому что вы начали свою серьезную деятельность такого публичного политика в тот момент, когда я рисовал, так сказать, там, радиоаппаратуру самолетную, занимался там всякими делами в Тупольском КБ. То есть я не был и близко, так сказать, к людям, я занимался своими, так сказать, железками. Вы очень рано начали. Я вам искренне желаю различных побед и удач на этом поприще. Но у меня есть ощущение, что, может быть, я ошибаюсь, я заранее прошу прощения, но я вижу перед собой благополучного человека, который нынешнюю ситуацию может элементарно использовать для того, чтобы себе, семье было хорошо в первую очередь. Зачем туда? Зачем какая-то социальная помощь? Зачем? Это не даст вам денег. Я вам могу это вот откровенно сказать? Вот Мишу Стивна не даст соврать. Не даст это вам денег, вот эта публичная политика. Депутаты, это бедные. Я уже понял, в общем-то. Зачем это все? Ну, во-первых, я не так молод. Вот вы сгнали с этого стула Вадима Михайловича Сапожникова. Он с удовольствием уступил мне место, чтобы выйти покурить. Так вот, между прочим, у нас с ним сыновья учатся в одном классе. То есть я не так молод, хотя я не возражаю против такого отца, как вы. Хотя, честно говоря, мне мой собственный нравится несколько больше. Было бы странно, если было бы... Это вполне понятно, да? Вот. Какому здорово? Спасибо, ему это надо. Вот. Значит, в принципе, я считаю, что... Ну, не деньгами все измеряется. Вот я буду говорить банально, какие-то пустые вещи, но вы поверьте, я буду говорить их искренне. И не все стремятся к деньгам. И вы, наверное, стремитесь не к деньгам. Иначе бы сейчас работали на Останкино. Ну, и я не стремлюсь к деньгам. Иначе бы занимался сейчас чем-нибудь другим. Тем не менее, для меня это принципиально важно. Если это просто табличка на экране, если это просто монок, если это попытка заставить запомнить свою фамилию, я... Я... Я вас... Я не буду вас любить. Скажем так, вы не будете членом Клонов взгляд. Дайте мне слово, что это не так. Либо объясните, либо докажите, что это не так. Вот есть у вас конкретная возможность доказать, что вот вся эта история, социальная в том числе помощь, это не история для попытки заработать будущие, может быть, не совсем далекие, голоса избирателей? Ну, я боюсь, если я сейчас начну это доказывать, то, пожалуй, это и впрямь сочтут за попытку завоевать какие-то голоса каких-то избирателей. Давайте мы завтра просто поедем туда с вами. И, может быть, вы станете моим доверенным лицом. Вы не боитесь, что поедет с вами Мукусев после репортажей, которого неоднократно собирались в плену МЦК, так сказать? Что делать с этим самым взглядом? И, в общем, снимались министры с постов? Да ради бога. У нас надо снять столько народу со своих постов, что если это сделает Мукусев, я буду... Это не тема сегодняшнего заседания. Мы, я не буду думать, что мы будем кровожадными. Правда? Давайте мы как-то в этом клубе замечательном будем, ну, по возможности, добры друг другу, независимо от политических пристрастий уж тем более. Давайте просто будем добры. Давайте просто будем добры. Добры другу. А добры просто. Добры просто. Хорошо. Это ваша строчка в будущее уста. Вы правы. Спасибо, Антон. Я просто ведь вот к тому. Уже навязан, наверное, на устах, зубах, не знаю, там, ушах слова великого человека, который сказал, что я категорически не согласен с вашим мнением, но я отдам жизнь за то, чтобы вы имели право его высказать. Вот я иду сейчас к человеку, наверное, скажем так, имя которого, или уж во всяком случае должность которого, очень много людей, в том числе здесь, в Екатеринбурге, заставляет хвататься за то место, где у них раньше висел пистолет, или во всяком случае делать все от них зависящее, может быть, не очень активно, публично, чтобы этого человека снять с работы. Вы представитель президента Российской Федерации здесь, в Свердловской области. Вы свой среди чужих, чужой среди своих. Это так? Да, вот, кажется, это совершенно точное определение. Ну и как вам в этой вот странной, не знаю, позе? Ну, достаточно неуютно. Зачем тогда? Ведь здесь у вас достаточно серьезные корни, вы могли бы заниматься вещами и делами, которые, может быть, более, были бы восприняты другими людьми, как более уважительное дело, что ли? Ну, может быть, этому вину мое увлечение историей, в том числе нумизматикой. К 90-му году, во всяком случае, я подошел очень сознательно. Я знал, что из себя представляет наша страна, и что перемены необходимы, именно поэтому я и получил мандат депутатский. Нумизматика. Вы имеете в виду современные денежные знаки? Нет, современные денежные знаки, это, по-моему, любовь к ним, это больше к жуликам подходит, хобби там. Ну, не надо, не надо. Во всяком случае, тогда жулики, все те, кто ходят в магазины. Это не так. Нет, я имею в виду любовь. Искренняя любовь к денежным знакам, мы знаем. Это был Остап Бендер. Понятно. Хорошо. Кстати, об Остапе Бендере. Сейчас, секундочку, давайте посмотрим сюжет. Сюжет, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Виталий Владимирович Машков, полномочный представитель президента России в Свердловской области. Око Государева, как он сам о себе говорит. Мы никогда не жили в советское время при деньгах. В той форме, в которой вообще придумало человечество. Вот если вы обратили внимание, это 19-й год. Деньги, талоны. Деньги, талоны. Никогда деньги в России не ходили, ну, в том виде, в котором они, в принципе, должны ходить. Это всегда были талоны. Талоны, талоны, талоны. Талоны и деньги. Талоны. Это 20-й год, 32-й год. 37-й, пожалуйста. Кстати, Свердловские талоны. В нашей области талоны. Любопытный талон ГУЛАГа. Деньга ГУЛАГа. 5 рублей. То есть, вот советская власть, это сплошные талоны. Вот военного времени талоны. Вот они. Уже талоны послевоенные. Ну, конечно, мы... Итоги, конечно, апогей талонов. Это перестройка. Перестройка, это вообще богатейший, так сказать, материал. Это сплошные талоны. Вот у меня есть талоны, начиная от спичек, кончая галошами. Вот. Вот что такое. Вот тот самый период катастрофический, о котором я вам говорил. Вот он. Это огромный, это очень интересная, так сказать, история талонов. На книге талоны. На всё. Талоны на всё. Помните, на исполнение супружеских обязанностей я, к сожалению, нет. Не могу найти. Но думаю, что найду, если поищу. Вот что такое. Отсутствие мировых денег. Итак, Виталий Машков, представитель президента Российской Федерации, в Свердловской области собирает денежные знаки и талоны. Это что? В будущем, скажем так, материалы к следственному делу, какого-то судебного процесса века, который так и не произошёл. Или это что? Нет, это просто отечественная история. Я занимаюсь только деньгами России. Начиная вот с первых, наверное, денег, с которыми познакомились славяне. И по сегодняшний день. В таком случае, уважаемый представитель, пойдёмте как к барьеру. Я же знаю, что вы испортили нам, попытались, вернее, испортить антураж. И вы прикрепили какой-то свой график. Что это такое? Недавно закончена одна работа в рамках программы одного из американских университетов под руководством профессора Шлепинтоха. Я постарался наложить любовь к истории, любовь к нумизматике со своим образованием как системотехника. То есть человека, который занимается большими системами. И вот это наложение дало любопытный результат. Мы знаем, что все результаты появляются на стыке. Давайте сразу к конкретному результату, ладно? Без истории. А результат очень простой. Значит, если посмотреть на вот этот график, то здесь за две тысячи лет развития России четвёртый раз мы вошли в зону мировых денег. То, что мы сейчас с таким любопытством работаем с долларом, это на нашей истории четвёртый раз. Первый раз славяне получили, как мы сегодня говорим, свободно конвертируемую валюту в виде римского динария, который имел хождение до Урала. Второй раз мы встретились с арабским дирхемом. Третий раз с европейским серебром. И вот, что интересно, тогда, когда Россия входила в зону мировых денег, наблюдалось достаточно спокойное гармоническое развитие страны. Как только Россия выпадала из зоны мировой валюты, начиналось катастрофическое развитие страны. Виталий Владимирович, если мы сейчас находимся в зоне спокойного, как Вы сказали, развития страны, тогда что, извините за грубое слово... Катастрофа. Ну, скажем так... Дело в том, что гармоническое развитие поступательное, это достаточно относительное явление. Вот если Вы посмотрите, тогда, когда мы входили в зону европейских денег, это период и Ивана Грозного, это период и реформ Петра, но тем не менее, государство развивалось достаточно по прямой. Катастрофическое развитие, я Вам могу показать, это татаро-монгольское иго, это межплеменные войны, это княжеская раздробленность, это в конечном итоге советская власть. Понятно. Вот понимаете, какая штука? Меня сложно заподозрить в любви, скажем так, к коммунистам, к левам, вообще вот к нынешней оппозиции. Но мне тошно от того, что главной валютой в нашей стране является не национальная отечественная валюта, рубль, а заокеанская валюта, уважаемая, но всё-таки не наша доллар. Вот ваши замечательные графики и ваше замечательное исследование говорят ли о том, будем ли мы русскими в том числе, в каком говорит, так сказать, вот то, что у человека в кармане рубль, и этот рубль, он однозначно ценен не только в масштабах нашей страны, но и в любой другой стране, где есть обменные пункты хотя бы. Или мы до этого не доживём? Вопрос представителя президента. Хорошо, давайте обратимся снова. Подождите вы графику, подождите вы графики. Мне важны сейчас, не графики, мне важно сейчас мнение человека, облечённого властью и входящего в высокий кабинет. Я думаю, что мы будем более русскими, чем были в 20 веке. Более русскими. У нас арабский дирхем, мы ведь не стали арабами. Мы его обозвали Рязана, Виверийца и несколько столетий жили при вот этих деньгах. Точно так же доллар не ходит один. Доллар, вы видите, ходит вместе с рублём. И он бегает. И он постоянно превращается в свободный. И, к сожалению, да, рубль у нас взлетает, как птица. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы возьмёте с собой этот график? Или это как строка устава будущего клуба? Да нет, я думаю, строка устава должна быть более короткой. Какой? Ну, надо что-то такое доброе сказать. Например... Time is money. Нет, перефразируем. Ну, ну, такую... Сделаем фразу. Всяк входящий, имей надежду. Либо доллары. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. И вот теперь, я думаю, что ни один клубное, ни одно клубное заседание, если бы даже это не было сейчас замечательных наших операторов, замечательных наших, так сказать, режиссёров и так далее, ничего бы этого здесь не было. Но если уж мы русские люди, то уж как нам не спеть? Я... Нет, ну, да, после коктейля-то, тем более, Межустинского, я думаю, что это просто сам Бог велел. И вот я прошу прощения, я просто хочу, чтобы сейчас Наталья Ветрова, между прочим, коллега, коллега, в каком-то степени и моя, если иметь в виду мою бывшую дипломатскую деятельность, продемонстрирует, что вечерний клуб «Взгляд» — это не только политические разговоры, но это ещё и... И хорошая песня. Хорошая песня. Конечно, Наташа, только два слова сначала. А почему так? Почему песня? Вы знаете, Володь, если мы сегодня в самом начале сказали о тайных страстях, которые... Да. Вот. И просто, знаете, я с таким вот изумлением вообще наблюдала за теми, кто здесь сегодня присутствует. Мы так мало друг друга знаем, и вот, к сожалению, это моё увлечение, моя действительно любовь, она вот уже становится тайной, потому что в последние годы я пою только на кухне и в ванной в основном, и очень редко среди друзей, но действительно это очень люблю, и я волнуюсь очень сегодня. И благодарна Виктору Григорьевичу Сытнику, который согласился со мной спеть. Это просто действительно спасибо. Ну вот так вот о тайной страсти, вот она действительно есть. Так получилось. Я имею в виду Сытника? Ну, я думаю, что Сытник у всех женщин Екатеринбурга это тайная страсть. Я имею в виду песни, конечно. Мы сейчас поём вальс, который называется «Мой костёр». Музыка Вальтефеля. «Мой костёр в тумане светит, Искры гаснут на ветру, Ночью нас никто не встретит, Мы простимся на мосту. Ночью нас никто не встретит, Мы простимся на мосту. Ночь пройдёт из паза рано, Здесь далёкую друг мой. Я уйдёшь с толпой цыгана, За кибиткой качевой. На прощанье шальской мою, Ты на мне узлом стени. Как концы её порою, Мы сходились в эти дни. Как концы её порою, Мы сходились в эти дни. Вспоминай, Холи, другая, Друга милого любя, Будет песни петь, Играя, На коленях у тебя. Будет песни петь, Играя, На коленях у тебя. Мой костёр в тумане светит, Искры гаснут на ветру, Ночью нас никто не встретит, Мы простимся на мосту. Виктор Сытник, Наталья Ветрова. В вечернем ночном клубе «Взгляд». Значит, я вот что вас попрошу. Давайте мы сначала посмотрим о вас сюжет. И уж потом вы, после этого сюжета, подкрепите то, что вы говорите там, И то, о чём мы сейчас узнаем, в своей песне. Договорились? Хорошо. Оказалось, что известный артист музыкомедии господин Сытник Хорош и как художник по костюмам. Его мужская часть гардероба висела в зале на стендах, А женские одёжки, в которые Виктор Григорьевич наряжается в тётке Чарли, Продемонстрировали дамочки, сотрудницы музея. Пять музейных женщин, вообразив себя моделями, Градцы Озна изобразили весь тётка Чарлиевский прикид С вырезанными на спинах сердцами, Чем привели публику в состояние полного и бешеного восторга. А за три тысячи рублей в музей пришли истинные почитатели господина Сытника, Главным образом женщины, причём совершенно разных возрастов. Виктор Сытник, собиратель театральных костюмов. Скажите, это потому что вы профессиональный актёр, потому что вся жизнь в театре, вся жизнь театр, или это почему-то по-другому? Нет, именно потому что в театре. Тогда нескромный вопрос. Скажите, пожалуйста, как это костюмы попали к вам? Они вообще кому принадлежат? Мне. Я их сам сшил. Вы их сам ещё и сшили? Да. А играли ли в них кто-нибудь? Играли. Часто было так. Вот наши актрисы уезжали куда-то на гастроли в другие театры и брали у меня мои костюмы для того, чтобы, так сказать, в этих костюмах очень хорошо показаться на чужой сцене. А вот теперь строчки, строчки в будущий устав. Ну, пока вы рассаживайтесь, я подойду тогда, так сказать, к замечательному нашему концентрмиэстеру. Какую бы музыкальную строчку, как вы считаете, можно было бы поместить в этот самый будущий устав, будущего и уже существующего клуба? Я не буду совершенно оригинальным. А строчку я предлагаю такую. Это любимая всеми песня, а песня Свердловская. Сейчас мы посмотрим, насколько она любимая. Попробуем её спеть. С ласковым светом пронизан, и в зелёный оделся наряд, А вдали над уптусом и визом огоньки горят. Пускай над перекрёстками не гаснут огоньки, Нам улицы Швердловские знакомы и близки. Рассвет встаёт над городом, заря светлым светло, Как любо всё и дорого, и на сердце тепло. Задание на дом. Сейчас мы разойдёмся, будем отдыхать. А вас я очень попрошу. Строчку в будущий устав вечернего или ночного клуба 4-го канала, название этого клуба и будущих участников. Вы давно не писали на телевидении. Может быть, возродим эту добрую традицию? Попробуем? Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok